Мальчики налево, девочки направо. В честь 1 сентября в 6 лицее презентовали классы раздельного обучения. Без фастфуда и газировки программисты БГПУ разработали для школ ноу-хау, позволяющие следить за питанием учеников. Не спортивно, зато весело. В конном клубе «Алю» поселились 16 новых животных. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте. Школьное братье Благовещенска пополнилось с тремя тысячами первоклашек. Первый в этом учебном году звонок прозвенел для 25 тысяч ребят, что на тысячу больше, чем в прошлом году. А в 6 лицее сегодня не только встречали новичков. Презентовали первые в области гендерные классы. О них и не только в следующем сюжете. Черные костюмы и белые фартуки на линейке в 6 лицее затмевает военная форма. Десятиклассница Ангелина ее примерила впервые. Перешла из другой школы. Смеется. Над фасоном думать не пришлось. Зато детали потребовали максимум внимания. У нас в классе есть МЧС и ДВОКУ. У нас разные эмблемы. У меня все восковые, а у них МЧС. Поэтому мы с родителями перепутали и купили не те. И потом ехали и перекупали, которые нужны. А среди первоклашек все как на подбор. И не только по форме. По полу. Два из шести первых классов, а также два пятых в этом году будут обучаться по системе гендерного образования. Девочки отдельно от мальчиков. Семилетнего Эдгара и его маму Ингу это ничуть не смущает. Мне весело с мальчишками, потому что с девчонками они немножко кучно, потому что мальчики любят всякие мальчишки, мальчишки, а девочки чаще. У него вырастет дух, мужественный дух. Ему будет интересно. Есть в дальнейшем также перспектива поступить в высшее военное учебное заведение. С девочками они будут встречаться на перемене. В этом году порог шестого лицея впервые переступили почти 350 ребят. При этом первоклассников только половина. Новобранцев встречали традиционным флешмобом. На огромном небе звезд невидима. Посмотри на них наш удивительный. Это наше небо, наша Родина. По вселенной мы будем нас в дороге. А те, кто на будущий год покинет стены Альма-Матерс, сегодня передали первоклассникам ключ от родной школы и золотые погоны – главный символ кадетской чести. Поздравила лицеистов мэр города Валентина Калита, а заодно вспомнила свои школьные годы. Я помню первое сентября в своем выпускном классе. Вот, наверное, самый запоминающийся был, потому что мы уже понимали, что впереди взрослая жизнь, что больше у нас таких школьных первых сентября не будет, что мы все, наверное, разъедемся по стране, а может быть, не только по стране. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город». А порог 17-й школы сегодня переступили 170 первоклашек. Напутственные слова вчерашним дошколятам произнес председатель Благовещенской городской думы Степан Попов. Вы сегодня все такие нарядные, красивые, с хорошим настроением. Я желаю всем, чтобы в основном в школу выходили именно с этим настроением. В прошлом году школа вышла на новый международный уровень. Подписала соглашение о сотрудничестве и обмене делегациями с пятой школой города Хэйхэ. А здешний пятиклассник стал призером региональной олимпиады по китайскому языку среди девятых классов. Кроме того, 14 учеников в прошлом году стали победителями городской олимпиады по общеобразовательным предметам. Сделать 1 сентября своеобразным днем тишины и не использовать школы в качестве площадок для агитации, призвала политические партии министр образования Мурской области Марина Селюч. Однако не все участники предвыборной кампании откликнулись на просьбу. Возле первой гимназии прямо во время торжественной линейки волонтер в ярко-желтой накидке раздавала листовки. На первый взгляд, настенное расписание уроков на самом деле агитка с политической символикой. Я думаю, вам лучше поговорить с человеком, который поставил меня сюда, он вам все это объяснит. Я просто работаю и все. Я особо не лезу в эти дела. Меня попросили выйти, я вышла. То есть вы просто волонтер? Просто я волонтер, да. Я просто получаю за это свою копейку и все. Наши сотрудники-педагоги подошли к людям, которые распространяли там вот расписание, по-моему, там было, да, такие вот. Попросили послушать министра образования и науки, пойти навстречу и сделать праздником детства. Те же расписания можно и в другом месте, в другое время раздавать, а именно ни сегодня, ни сейчас. В шестиамурских колледжах продлили срок приема заявлений от абитуриентов. Выпускников, которые пока не определили с местом дальнейшей учебы, ждут до 5 сентября. В колледжах Райчихинска, Белогорска, Екатеринославки, Серышева и Благовещенска остаются вакантными 389 мест. Срок обучения от 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев. К примеру, в столице Преамурья в колледже транспорта и дорожного хозяйства готовы обучить 30 выпускников 11 класса по специальности краномщик и слесарь по ремонту строительных машин. Поступление в колледж позволит абитуриентам не потерять год обучения и следующим летом вновь подать заявление в приемные комиссии вузов. И к другим темам. Остановочный пункт на Калининском переезде временно поменяет место дислокации. Его перенесут из-за реконструкции перекрестка улиц Калинина и Тенистой. Со 2 сентября остановку по четной стороне улицы сдвинут на 100 метров по Калинина в сторону Заводской. По ходу движения маршрутных транспортных средств изменения коснутся пассажиров большинства городских автобусов. До конца года остановку обещают вернуть на прежнее место. В 22-й Благовещенской школе презентовали новую информационную систему «Пионер». Это ноу-хау, разработанная программистами БГПУ, направлено на то, чтобы ученики в школе питались исключительно правильно. Кто за этим проследит и кому это выгодно, разбиралась Наталья Спицына. Снаружи обычный терминал, внутри целый программный комплекс. «Пионер», по словам Антона Антонова, одного из разработчиков системы, поможет контролировать, чем и как будет питаться ребенок в школе. Специальной карточкой, которая привязана к программе, получится расплатиться лишь в столовой. «Пионер» хоть и не первый подобный проект в России, но уж точно лучший. Как минимум, самый бюджетный. «Здесь, да, вполне без процентов. Не часто какие банки, какие системы, вполне через терминал происходят без процентов полностью». Система включает в себя терминал оплаты и оборудования для столовой. В зале – цифровое меню. «Например, называют какие-то блюда, вот он подсвечивается, то есть его заказ 16,50, то есть он еще выбрал 26,20, то есть, ну вот так дальше. То есть обучающийся видит, во-первых, как бы, ну, очень четко ясно, что он выбрал, как бы общую сумму». На кухне – дубликат электронного меню и чековый аппарат. Специальные датчики считывают имя и баланс прямо с карты. В 22-й школе эту систему внедрили еще в конце прошлого учебного года. Поэтому здесь ее уже могут не просто показать, но и оценить. «Испытала вот полтора месяца вот именно эту систему. Отказов практически вообще не было, практически неправильно вполне не было. И что самое интересное, повысился интерес к картам, стали больше покупать карты и питаться стали больше». Для первоклашек учителя могут сделать коллективную заявку на меню по просьбе родителей. «Информационное обеспечение это позволяет». «Самое главное – это хождение денег по школе. Этот вопрос как бы снят. Учитель не берет денег, не занимается какой-то бухгалтерией по питанию, не считает, за сколько этот ребенок питается, за сколько этот питается». Новую систему «Пионер» разработали в инновационном предприятии БГПУ. Даже операционная система здесь собственная – базальт. Все сопровождение разработчики взяли на себя и идут навстречу любым пожеланиям. Пока в городе оборудованы две школы – 22-я и 26-я. К первому января «Пионер» придет в каждую школьную столовую. А в будущем по столовой карте школьники смогут не только питаться, но и проходить через турникет и даже ездить на автобусах. А родители будут получать СМС-оповещения о каждом шаге ребенка. Наталья Спицына, Андрей Белый, программа «Город». В Примуре поступила первая партия вакцины от гриппа – около 160 тысяч доз. Обратиться в поликлинику для получения прививки стоит без промедления, советуют врачи. В этом году, по прогнозам, пик заболеваемости начнется раньше, чем обычно – уже в сентябре. Прошедшая неделя побила рекорды прошлогоднего периода. В больнице города обратилось на 21% больше жителей. В связи с чем мы хотим призвать наше население начать прививочную кампанию намного раньше, чем это было у нас на протяжении последних лет. Связано это со многими причинами. В первую очередь, это нужно провести до начала эпидемиологического подъема заболеваемости. Вакцину уже распределили по медицинским учреждениям. Для детей это традиционно «Гриппол плюс» без добавления консервантов. Его пришло около 57 тысяч доз. Для взрослых – 104 тысячи цови гриппа. Планируется, что такое же количество препарата придет в область второй партии. В Благовещенске прямо на улицах раздают свечи. За два дня их получили более тысячи гаража. Все они планируют принять участие в акции, приуроченной ко дню окончания Второй мировой войны. Она пройдет вечером 2 сентября на площади Победы. А свечи, которые раздают члены молодой гвардии – это своеобразное приглашение. Атрибуты акции будут раздавать и завтра в районах ОКЦ, площади Ленина, Центрального универмага, Ротонды и Парка Дружбы. Кто не успеет получить свечу заранее, сможет сделать это прямо на площади Победы в пятницу. Начало построения в 20 часов 50 минут. А 3 сентября в Преамурии вспомнят жертв Беслана. Трагедия произошла 12 лет назад и унесла жизни 334 человек. В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом во всех школах Благовещенска пройдут тематические уроки, линейки и классные часы. А в 7 часов вечера горожан будут ждать на набережной Амура у Ротонды. Там участники акции «Помним Беслан» зажгут свечи и почтят погибших минутой молчания. Благовещенский город хороших новостей. Это решили доказать в Управлении культуры. Впервые провели выставку проектов победителей конкурса муниципальных грантов. За 5 лет, что он действует в городе, на воплощение самых оригинальных идей из бюджета потратили 14 миллионов рублей. О самых интересных проектах этого года в следующем сюжете. Гуляние по большой для этих костюмов стало первым выходом в свет. Теперь наряды эпохи 19 века будут блистать в постановках Чехова и Островского. Только путь к сцене был тернист. Ателье долго не бралось за сложные эскизы. К слову, гуляния стали самым масштабным проектом муниципального гранта. 70 площадок, 65 коллективов и больше тысячи артистов, создающих полное погружение в прошлое. На подготовку ушло три месяца. Практически мало было экспромта. Вот для простого человека, горожанина, он идет, ему кажется, что вот как все здорово. Вот здесь вот на ходулях прошли, здесь какие-то мимы появились. На самом деле огромный титанический труд действительно за всем за этим стоял. Репетировалось частями. Мы выезжали на каждый участок отдельно и рисовали на асфальте мелом. Подписывали участки, где у нас что будет. Если гуляния воплотили историю города в целом, то другой проект, книга «Портрет Победы», коснулся благовещенцев, чьи семьи затронула война. Изначально планировавшаяся как выставка, летопись собрала почти две сотни правдивых историй о фронтовиках. Знаете, сколько слез было пролито, когда мы работали над этим проектом? Действительно, просто каждый человек становится настолько близким и настолько родным. Для нас фотографии не ретушировались. Это первичный материал, вот какой он есть, с обгоревшей, тленной, пропитанной слезами, потому что это письма этой похоронки, которые получали люди. В этом году деньги на воплощение получили 18 проектов. Это издание книг, постановка концертной программы к 160-летию города, открытие молодежной киностудии. И это только официально. На самом деле реализовать удалось гораздо больше. Допустим, проект, который был реализован, книжные сокровища Амурской столицы, писательско-издательский форум, он позволил в рамках этого проекта реализовать еще четыре издательских проекта. Это четыре книги, которые вышли уже. Часть проектов уже реализованы, другие увидят свет к концу года. Их итоги подведут в декабре. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, программа «Город». Конно-спортивный клуб «Полюр» пополнился на 16 голов. Причем это не лошади, а кролики и коза. Для чего туда привезли этих животных и кто поселился на территории клуба временно, расскажет Анжелика Павлова. У этих ушастых нет имен, но все как один породистые. Советские мордеры, бабочки, серебристые и великан. Живут 14 грызунов в конно-спортивном клубе целый месяц. Их аллюру подарили давние друзья. Место для клеток сразу нашли. Теперь дети от них не отходят. Спортивной пользы от кроликов, понятное дело, никакой. Зато возиться с ними весело и познавательно. Саша Федотова прочитала практически все об уходе за ушастыми. В принципе, особого ухода не нужно. Главное их кормить почаще и почесать. Мы постоянно к ним ходим. Маленькие дети любят с ними поиграть, поухаживать. Некоторые берут их на руки и гуляют с ними. Часто кормим травой их. А Соня Мезенцева регулярно кормит привезенную неделю назад козу Дашу. Ее клубу подарил фермер из Белогорского района. Даша неприхотлива. Ест, что дадут. Траву, сено, арбузы и кукурузу. Эти продукты очень хорошо влияют на козий удой. Она дает, но в Алюре нет таких людей, которые умеют доить. Поэтому мы ее не доим. Вот она тут стоит. Для лагеря она тут была, чтобы детям было не скучно. Пока молоко у Даши перегорает. Но оно появится, как только козу снова начнут доить. Через месяц Даша отправится обратно домой в Белогорский район на зимовку. Впрочем, в мае перед началом очередной смены для детей козу вновь привезут в конно-спортивный клуб. И, возможно, не одну, а с семьей. К тому времени работники Алюра планируют расширить живой уголок. Планировали, конечно, мы еще привезти барашек и чушечек. Но дело в том, что не успели немножечко оборудовать этот уголок, построить дополнительные какие-то сооружения. Мы планируем там, может быть, на лето клетки для кошек сделать. Еще хотим собак пару привезти, добрых, взять из приюта. Возможно, щенков на следующую смену. Щенков и котяточек. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». Благовещенск потерпел поражение в первенстве города по футболу. Накануне он уступил гостям из Тамбовки, команде «Дорожник». Встреча окончилась со счетом 3-1. Впрочем, отчаиваться болельщикам Благовещенска не стоит. Сейчас второй состав команды, хоть и занимает третью сточку турнирной таблицы, пачка не отстает от лидеров «Дорожника» и «Легиона». Правда, игр наш футбольный клуб провел на одну больше, чем соперники. Шанс реабилитироваться еще есть. Первенство продлится до конца сентября. Следующий матч в его рамках между Благовещенским районом и командой «Пульс» пройдет в субботу в 14 часов на стадионе «Юность». Это была последняя информация нашего выпуска. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новости информационного агентства «Город» можно прочитать на сайте tv-город.рф. Позвонить в редакцию можно по телефону 52-42-02. Еще раз вас с Днем Знаний. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова